Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Быстро мелькает, братья и сестры, время нашей земной жизни. И, казалось бы, вот недавно, год назад, было прощенное воскресенье, когда мы, собравшись в храме, предначинали этим спасительным подвигом все прощения Святый Великий Пост. По традиции, как я говорил на проповеди в прошлом году, в этот день, когда совершается чин прощения, и люди идут и спрашивают, братья, сестры, паломники, прихожане наши, и спрашивают прощения друг у друга, поются стихиры Пасхи. Это древняя церковная традиция. И поются эти стихиры не по причине того, что Пасха уже наступила, хотя мы можем жить с радостью пасхальной в своей душе, как преподобный Серафим Саровский, если очистим сердце и душу свою, и сделаем их вместилищем Святаго Духа, стяжанием которого он являл и назвал целью христианской жизни. Но поются потому стихиры Пасхи, что для всех, для нас этот праздник вожделенный. Недаром его называют праздников, праздник и торжество, торжеству. И тысячи народа в ночную службу приходят в Храмы Божии, чтобы поучаствовать в этом торжестве победы жизни над смертью. Но в сегодняшний день стихиры поются не по причине пасхального торжества, а поются для тех, кто может до Пасхи не дожить. Поются для тех, кто Пасху земную, может быть, будет уже торжествовать в вечности. Как-то у одного святого отца спросили, что тебя удивляет больше всего? Больше всего в людях меня удивляет то, что они ежедневно, видя примеры кончины жизни земной своих братьев и сестер, живут как вечные. Не в том смысле живут как вечные, что ум их простирается в вечное бытие, и они живут этим ожиданием Царства Небесного. Живут как вечные в этой временной, земной жизни, не думая о том, что рано или поздно, заканчиваясь здесь, она простираться будет в вечность и иметь для каждого из нас свои последствия. Эти стихиры в прошлом году слышали Отец Галактион, но его голоса, как благочинного, на испрашивание прощения от меня грешного, я уже здесь на земле никогда не услышу. не слышно голоса будет о царе Стоклия, поющего на клиросе. Не подаст книгу завтра на чтение молитвы на Великий пост многолетней книгодержицы Родяка Налипий. Сегодня мы с братьями проводили в последний путь настоятеля Всехсвятского храма, который 30 лет протрудился, более 30 лет на настоятельской должности, протеерея Анатолия, который служил в городе Святогорске. И многие святогорцы знают и помнят этого батюшку, который имел участие и в их жизни, то ли крестя детей, то ли венчая, то ли освящая дома, то ли хороняя их родителей, то ли исповедуя и причащая. В сегодняшний день среди нас нет некоторых братьев и сестер наших, которые были с нами прошлый год. И мы должны со всей серьезностью задуматься, братья и сестры, что сегодняшнее собрание наше в храме это не дань традиции и обычаю. Тем более, упаси Бог, чтобы мы сегодняшний день превратили в формальность, что так положено положить поклон, сказать простите и при этом не углубиться внутрь своего человека, внутреннего. Ведь в течение этого года, братья и сестры, мы не только совершали добродетели, и у нас были какие-то проблески христианской жизни. В этот год сколько мы согрешили пред Богом, грехами своими, неправдой своей по отношению к ближним, а то и открытым предательством. Всякое, братья и сестры, бывает у человека. Наши деды и прадеды говорили, жизнь прожить, не поле перейти. В наше же время наша жизнь в духовном плане можно сравнить, как минное поле. не знаешь, куда ногой ступнуть. Может оторвать и ногу, и руку, а то и голову кому-то. Такая жизнь сегодня для православного христианина опасная. «Блюдите, яко опасно ходите». Это было сказано еще в первом веке, братья и сестры. Две тысячи лет с того времени прошло. Но насколько актуальны эти слова сегодня? «Блюдите, яко опасно ходите». И ценность понимания этой опасности или пренебрежения ею, самая великая, наша бессмертная душа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы стоим небольшою, может, семьей. Беда и скорбь, которую собрала в стенах святой Лавры. Всегда у нас в начине прощения, вы помните, было до трех тысяч человек и приходилось по два с половиной часа стоять, чтобы благословлять, говорить форму прощения, формулу всем, кто приходил. И многие-многие из них, сотни из этих людей были своими, родными, которых сегодня жизнь раскидала. но они по сегодняшний день живут Святогорской Лаврой. Какие-то проблески наших служб, проповедей, новости о нашей монастырской жизни, новости о каждом из вас. они с радостью и с нетерпением ждут, когда что-то опять блеснет, где-то какая-то новость о Святогорской Лавре. Хотя сегодня нас меньше, но поверьте, что нас, может быть, не меньше, а больше следит за сегодняшним днем, что происходит в Святогорской Лавре. Но это я скажу, братья и сестры, в нашем земном понятии, как христианской семьи нашей, которая собралась вокруг святыни нашей Лавры. Но представьте, сколько сегодня следит неравнодушных душ, любящих нас с искренностью и с жертвенностью с Небесного Царства. Это и наши святые покровители, в честь которых мы носим имена. Это наши угодники, которые подвязались здесь. Это наши ангелы-хранители, которые неотступно пребывают с нами от купелей Святого Крещения. Это и Пречистая Владычица Наша Богородица, которая чудотворным своим образом показывает, что она с нами и в эти сложные и трудные времена являлась и является нам утешительницей, матерью всех скорбящих радостей. смотрит сегодня проникновенно в наши души, сердца, умы, сердцеведец и всеведец Господь. Поэтому понимаете, братья, сколько сегодня разных взглядов сегодня смотрят на нас с вами здесь собравшихся. И поэтому мы не имеем права в сегодняшний день исполнять чин прощения перед началом Великого Поста формально. Мы должны заглянуть внутрь своей души. Да, нам сейчас в какой-то мере сложно, братья и сестры, потому что мы привыкли видеть здесь начиня прощения седовласого нашего старца с херархи епископа Алипия, который был воплощение чистоты канонисты нашей Святой Церкви. В сегодняшний день нету Владыки Иннокентия, который в самые сложные времена в нашей обители под обстрелами, под бомбами, под жизнью в подвалах никуда не уехал. Остался здесь с нами. Показывая, что он есть пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник бежит, як он наемник есть и не родит овцах. Не видят сестры примера схемонахини Любови, которая жила в Богородичном и как светлый такой маячок в Царство Небесное была для каждой из сестер и примером для подражания. Отошли в вечность схемонах Корионы, схемонах Силофиил, которые были до последнего молитвенники, труженики, образцы монашеского, терпения, смирения, послушания, трудолюбие и жертвенность. Это я перечисляю тех, кого помните вы, братья и сестры, которые здесь собрались. Но в сегодняшний день и спрашивая прощения и получая прощение, мы не просто друг у друга его просим и друг от друга получаем. Сегодня Господь за наше доброе это произволение прощает нас и помогает нам исправить в наших душах то, что в них неисправлено. В сегодняшний день вышеперечисленные старцы и боговдохновенные монахи и монахини, они ушли от нас. Но кто мешает нам встать на их место? И быть продолжением Церкви Христовой. Быть теми светильниками, которые досветят всем. Быть примерами, о которых Господь сказал, так, куда просветится свет ваш предчеловеки, якуда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего на небесе. И все встают на своем месте, по мере сил, по мере своего христианского звания и христианского подвига, вступают на поприще великого поста. Господь каждому готов помочь, каждого обнять, каждого утешить, каждого простить, каждого очистить. Но захочем ли мы сами этого, это братья и сестры будет зависеть от нас. И пост великий называют спасительным постом. Его еще называют весной духовною, потому что человек, как от мертвенного зимнего сна, вдруг просыпается и, смотря внутрь себя, приходит в ужас. Да куда же я качусь? Почему я в таком бесчувствии пребываю? Что со мной делается? Почему я так болен грехом? Почему эта духовная болезнь возобладала мною? Ну, помните, братья, больных не наказывают, больных жалеют и всячески им помогают. вот так и Господь, врач душ и телес наших и сердец и разума нашего смотрит на наши грехи, как на болезни и хочет их исцелить. Главное, чтобы мы с вами тоже захотели прийти к врачу всесильному со своей болезнью, с сокрушением сердечным, окаивая себя, сокрушаясь о грехах своих. Приходим, чтобы вместе со словом Бог простит, и я прощаю, и меня простить о Христе ради, чтобы вместе с этими словами сам Господь взглянул на нас, обнял, пожалел, поднял нас с земного поклона другими, стремящимися на духовный подвиг ради спасения своей души. Но если будет спасаться одна душа, вторая, третья, четвертая, десятая, двадцатая, то благодать Божья и милость Божья будет действовать в нашем озлобленном мире. Поэтому сегодняшний день, братья и сестры, в день, который, еще раз повторюсь, сугубую благодать Бог дает прощать и сугубую благодать дает быть прощенным. Сегодняшний день повергаюсь со своим недостоинством, со своей неисправленностью, со своими неправдами и грехами, повергаюсь и перед Богом, и перед вами, прося прощения и верю, что в словах каждого из вас, кто скажет на мою просьбу о прощении слово «простите», вместе с вами это слово произнесет над моей грешною душою и Господь. Уповая на это, веря в это, зная это и чая этого, братья и сестры, исполняют древний спасительный для каждого из нас чин. Благословите мя отцы святие, братья и сестры, и простите мя елико согреших в день сей и во вся дни живота моего делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог, помилуй и простите нас благословить. Благодатью и щедротами своего человеколюбия Бог простит и помилует всех нас. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok